Я очень рад видеть такое большое количество людей, заинтересованных в создании Python Community в нашем регионе. Как вы уже поняли, меня зовут Анатолий Соловей. Я работаю в DataArte уже около двух лет. И практически все эти два года я разрабатываю на Python, разрабатываю различные приложения от обычных джанговских монолитов до серверлес приложений на Амазоне. И, собственно, сегодня я хочу поделиться с вами информацией о том, какие практики стоит использовать в веб-разработке, какие лучше избегать. И вообще поговорим о некоторых деталях, о некоторых тонкостях и в общих чертах о всем цикле разработки в веб-приложении с использованием языка программирования Python. Так, ну, собственно, если приступить сразу к содержанию нашего доклада, первой темой будет жизненный цикл ПО. Дальше мы поговорим о основных инструментах, инструментах работы с environment, инструментах для тестирования и для проверки код-стайла. Потом мы поговорим о деплое Python веб-приложения на примере AWS. И последней темой мы немного пробежимся по continuous integration, continuous deployment и continuous delivery тоже для веб-приложений на базе языка программирования Python. Но прежде чем мы приступим к основному топику, я хотел бы задать такой вопрос, который, скорее всего, на определенном этапе своей карьеры задавал себе каждый из присутствующих ныне в зале. Это почему Python? Почему стоит изучать Python? Почему стоит его применять в разработке? Почему стоит прийти на IT-ток в Херсоне по этой технологии? Собственно, вот такой вот достаточно простой вопрос, подразумевающий такой же простой субъективный ответ. И прежде чем я скажу свою точку зрения, я хотел бы услышать мнение присутствующих в зале. Почему вы предпочитаете использовать Python? Я хочу сказать, что язык, благодаря своей интерпретивной удобности, очень удобен. В моем личном мнении, он нечем JavaScript, например. В том числе, я очень большой комьюнити, которая позволяет иметь большое количество библиотек разных для разных решений. И как бы это удобно? То есть в двух словах, удобство использования и комьюнити. Да. Есть еще какие-то мысли, почему стоит использовать именно Python? Почему он сейчас так популярен? Господа? Большая эко-система и легкость в обучении. Большая эко-система и легкость в обучении. Да, это определенно имеет смысл. Еще какие-то альтернативные точки зрения? Самые умные и активные в конце, может быть, получат чашку. Да, это достаточно универсальный язык программирования. С помощью его можно разрабатывать практически под любую платформу. Это тоже один из важных пунктов, по которым его используют. Ну и, собственно, вы назвали практически все, что я самостоятельно включил в свою версию видения популярности, причины популярности языка Python. И сейчас я, собственно, вам покажу конкретно те пункты, которые посчитал нужным я включить в этот доклад. И первый – это обширное сообщество. Да, обширное сообщество и в целом вообще комьюнити – это такой парадоксальный момент, конкретно с языком программирования Python, потому что комьюнити является одновременно и причиной, и следствием популярности этого, прошу прощения, этого языка программирования. Когда только язык зарождался, комьюнити было достаточно маленьким, потому что, ну, понятное дело, очередной интерпретируемый язык с достаточно сомнительной скоростью, он казался не слишком нужным. Но за счет достаточно гибкого подхода к развитию этого языка программирования, он очень быстро обрел популярность. И сейчас на языке программирования Python существует огромное количество библиотек, позволяющих работать с совершенно разными задачами. И это является камнем преткновения при выборе инструмента для разработки какого-нибудь очередного продакшн-проекта, просто потому что даже если существует инструмент, который справляется с Data Science, например, лучше, чем Python, вероятно, он не так хорошо документирован, вероятно, у него нет такого большого количества людей, которые с ним работают, и поэтому будет отдано предпочтение именно Python. Следующий пункт, Python-то просто, тоже это было озвучено, и он прост не только для изучения, что, в принципе, очевидно благодаря простому синтаксису и семантике языка, он еще и очень прост для применения профессионалами, людьми, которые являются экспертами в какой-нибудь конкретной предметной области, вроде Data Science уже озвученного, но которые при этом не слишком знакомы с самим языком программирования Python. Соответственно, если у вас есть задача, которую должен реализовать конкретный человек, эта задача очень узкоспециализированная, то, во-первых, благодаря обширному сообществу уже существует, скорее всего, инструмент, который позволяет с этим работать, то есть NumPy, SciPy, Pandas, вот эти вот все библиотеки, которые позволяют реализовывать очень серьезные и узкопрофильные задачи, а во-вторых, благодаря простоте самого языка, простоте работы с его окружением, специалист может очень быстро воспользоваться этим языком и решить необходимую задачу. Следующий параметр – это многофункциональность. Это тоже было озвучено. Python сейчас применяется практически везде, в веб-разработке, в разработке игр, о чем будет говорить следующий спикер. На нем пишется огромное количество различных скриптов для автоматизации системной, для тестирования, для управления приложениями и, естественно, его используют в веб-разработке, о чем мы сегодня будем говорить более детально. И последний пункт – это скорость. Я уже вижу ироничные улыбки людей, которые пишут на Java и считают, что надо срочно кинуть мне бенчмарком в лицо, но когда я говорю про скорость, я говорю не только про быстродействие самого языка программирования, я еще говорю про скорость разработки программ с использованием этого языка программирования. И если же конкретно в быстродействии язык Python зачастую проигрывает другим языкам программирования, то благодаря тому, что разработать любое приложение на нем можно буквально за полчаса, ну то есть сконфигурировать систему, допустим, и выкинуть базовую версию куда-нибудь уже на продакшн, задеплоить, чтобы проверить, что все, оно работает, можно писать бизнес-логику. Это очень важное преимущество, поэтому, допустим, для разработки POC-шек, proof of concept, то есть небольших задачек, небольших приложений, которые решают одну конкретную задачу, демонстрируя, что да, этот язык способен это сделать и наша команда способна это сделать. Вот для таких задач Python просто идеальный язык. Окей, мы закончили со вступлением, поэтому давайте перейдем непосредственно к теме сегодняшнего доклада. Это веб-разработка, и начнем мы с жизненного цикла приложения. Жизненный цикл веб-приложения на Python особо не отличается ничем от жизненного цикла любого приложения. В принципе, любое программное обеспечение так или иначе проходит через эти этапы, в зависимости от выбранного подхода к разработке. Некоторые шаги могут отличаться, они могут сливаться друг с другом или могут разделяться на еще более мелкие, но если говорить совсем грубо, то весь подход, всю разработку приложения можно разделить на два этапа. Это предварительный этап проектирования, анализ и вот такие вот всякие штуки. И этап непосредственно имплементации вашей идеи. И если, говоря про первый подготовительный этап с анализом требований, с планированием, проектированием, мы сегодня особо говорить не будем, просто потому что если вы знаете, что вам надо веб-приложение на Python, то вы уже достаточно компетентно подошли к анализу требований и, возможно, вы понимаете, о чем речь. А дальнейшее проектирование, оно уже будет базироваться на непосредственно требованиях к вашему проекту. Вторая же часть – это то, что нас интересует. Мы поговорим непосредственно про цикл разработки с точки зрения разработчика. Итак, этапы разработки приложения. Это не какая-то известная всем схема, которую пишут в учебниках, это то, с чем каждый разработчик сталкивается, когда приходит в офис или достает свой ноутбук на своем диванном офисе и начинает писать код. Это, собственно, то, что мы делаем. Я разбил это сейчас на четыре этапа. Я наивный человек, который надеется на то, что все пишут тесты. Думаю, системой контроля версий пользуются все, без исключения, поэтому да. Эти четыре этапа – это непосредственно кодинг, это у вас есть какая-то бизнес-задача, которую надо решить, и вы пишете код для того, чтобы эту бизнес-задачу решить. Следующий этап – это написание тестов. У вас есть определенный кусок логики, который вы только что реализовали, и вы хотите убедиться в том, что он работает компетентно. И для этого вы пишете юнит-тесты, функциональные тесты, просто для того, чтобы проверить, что с нужными данными, приходящими в ваше приложение, он отдаст соответствующий результат. Потом мы заливаем наши изменения в систему контроля версий, интегрируем их с изменениями других разработчиков, и в конце концов мы деплоим это все на production. Если подойти к этому всему с точки зрения начала разработки, то очень важным этапом добавится подготовка окружения. Это как бы всем знакомый процесс, когда мы устанавливаем питон, ставим интерпретатор и выбираем, через что мы, собственно, будем с нашим приложением работать. Это создание окружения, это создание очень часто базовых версий билд-скрипта для того, чтобы просто ваше приложение где-либо развернуть или протестировать. То есть на этом этапе мы готовим что-то, что ускорит сам процесс разработки. И, соответственно, если вы грамотно проводите подготовку окружения, то у вас, вероятно, уже есть определенные билд и деплой-скрипты, которые позволят вам в дальнейшем ваше приложение брать и разворачивать на стейджинг-серверах, на серверах продакшена и проверять, насколько грамотно оно работает. Поэтому между каждым из процессов добавляется по дополнительному этапу, это после завершения написания тестов. Мы проверяем, что билд проходит у нас локально, потом мы это все пушим в систему контроля версии, и запускается еще один билд, который проверяет, что изменения могут интегрироваться с существующими и работают тоже правильно. И потом идет, собственно, деплой-билд, который разворачивает наше приложение и делает его доступным для пользователей. Сейчас мы поговорим более предметно о том, что используется для разработки веб-приложения. Я назову некоторые конкретные инструменты для решения определенных задач и скажу, почему я считаю нужным использовать именно их, а не возможные аналоги. Итак, первое, о чем я хочу поговорить, это инструменты для работы с окружением. Я думаю, со связкой PIP virtualenv знакомы практически все. Это де-факто стандарт в мире Python разработки. Он позволяет вам создавать несколько версий интерпретатора для каждого из проектов. Он позволяет вам изолированно разрабатывать ваш проект. И это очень серьезное преимущество, потому что ваша система не захламляется всяким ненужным мусором. И, соответственно, внутрь конкретного virtualenv для конкретного проекта вы можете устанавливать все пакеты с помощью пакетного менеджера PIP. Но я такие очевидные вещи добавил в этот доклад не потому, что я считаю, что об этом никто не знает, а потому что есть вещи, очень интересные тонкости работы с virtualenv, о которых многие умалчивают. Он дает изолированность вашего проекта, изолированность окружения. Но зачастую эта изолированность мнимая, потому что он позволяет вам изолировать внутренние зависимости и Python пакеты для вашего приложения. При этом, если у ваших питоновских пакетов есть внешние системные зависимости, то изоляция исчезает. Соответственно, если у вас есть два приложения, работающие с графикой, и в которых используются разные питоновские библиотеки для работы с одной системной библиотекой, то, вероятно, они могут подраться, и ваша якобы изолированная система упадет. Как аналог пакетному менеджеру PIP используется менеджер пакетов Conda. Он идет в комплекте с Anaconda, и зачастую можно использовать его отдельно. Для веб-разработки это не самый полезный инструмент, но Anaconda содержит в себе несколько сотен скомпилированных, протестированных стабильных версий библиотек для Data Science, и в основном для работы, которая редко проводится внутри веба, поэтому не стоит забывать о таком менеджере пакетов, он на самом деле достаточно удобный. Ну и стандартный easy install – это тоже вариант, но его нынче редко используют, как ни странно. Следующее, о чем мы поговорим, это инструменты для контроля качества вашего кода. Это код-стайл инструменты, это линтеры так называемые. Как говорил Гвида Ван Росом, создатель Пайсона, код читается намного больше раз, чем он пишется, и это несомненно правда, поэтому был и создан документ PEP8, с которым, скорее всего, знакомы все, кто уже не один день работает с питоном. Этот документ описывает основные правила работы с языком программирования, с стилистической точки зрения, то есть объявляет количество нужных отступов, какой длины должны быть строки, вот такие вот базовые вещи. И очень часто соблюдение этих правил действительно дает серьезный результат, и для того, чтобы облегчить работу над проектом людям, которые будут наследовать ваш проект, рекомендуется следовать всем правилам. Понятное дело, это часто очень сложно, иногда это даже абсурдно для некоторых конкретных задач, но в 90% случаев вам действительно стоит этого придерживаться, и для того, чтобы с этим помочь, существуют вам. Существуют инструменты, такие как Pylint и FlakeAid. На самом деле линтеров намного больше, я выбрал именно эти, потому что мне лично они нравятся больше, чего уж скрывать. Суть инструментов заключается в том, что ваше приложение проверяется сторонней библиотекой на наличие каких-либо отклонений от стандарта PEPA. И Pylint, и FlakeAid делают эти вещи приблизительно одинаково, но я считаю, что Pylint на данный момент более подходящее приложение, просто потому что это библиотека питоновская, если что, потому что она редко пропускает какие-либо ошибки, она практически всегда замечает все неточности, и сообщает вам об этом. Вы снизу можете видеть пример кода вызова Pylint на приложении, в котором есть файл, в котором есть кривой импорт. И, соответственно, такой импорт нарушает несколько правил PEPA, и Pylint нам об этом сообщает. FlakeAid же я сюда добавил, потому что некогда это был мой любимый инструмент. Он позволял интегрироваться с вашей системой контроля версий. Он мог просто прогоняться, например, перед тем, как вы делаете push, просто для того, чтобы прерывать ваш push в систему контроля версий, если у вас там невалидный код. Но потом на практике он показался достаточно неточным и часто пропускал ошибки, поэтому сейчас я рекомендую Pylint, но так как FlakeAid в разработке активный, вы можете следить за его разработкой, и, может быть, в определенный момент он станет еще лучше. Следующее, о чем я хочу поговорить, это инструменты для тестирования. В Python есть очень хорошая библиотека для тестирования питоновских приложений. Это юнит-тест, она предустановлена, и она действительно дает очень большой набор инструментов для проверки качества вашего кода. Но у нее есть несколько, на мой взгляд, серьезных минусов. Первое, это есть определенный жесткий формат и достаточно массивный формат, в котором вы должны писать эти тесты. Он подразумевает создание кейсов, в которых вы описываете, собственно, поведение ваших тестов во время запуска тестовой сессии, во время ее завершения и непосредственно сами тесты. Более того, для проверки результатов выполнения ваших функций вы должны использовать юнит-тестовскую API, которая часто отличается от API самого Python, от подходов, которые использует сам Python. Внизу есть пример кода, вы в нем можете видеть вызов в библиотеке PyTest, в которой есть тест, который просто asserted, делает заведомо невалидный assert, он проверяет, что большая строка является не полностью большой строкой. И, соответственно, этот assert падает. Он всем понятен, потому что этот assert написан на синтаксисе, с использованием синтаксиса Python. Если бы вы писали на юнит-тестах, вам пришлось бы написать функцию, которая бы вызывалась, и в этой функции вам надо было вызвать метод assert true или что-то такое. И это часто сбивает с толку, и смысла мерджет несколько синтаксисов особо нет. Именно поэтому я предпочитаю использовать библиотеку PyTest, которая тоже дает инструменты для тестирования, но при этом она очень гибкая, и она не привязана ни к какой API, и поэтому я предпочитаю именно ее, плюс она дает очень серьезный буст к времени разработки за счет того, что она дает нормальные репорты. Если вы их интегрируете, например, в Jenkins на ваши диплой билды, для того, чтобы увидеть в результате выполнения билда информацию о том, сколько тестов прошли, какой уровень покрытия, какое количество тестов упало и по какой причине они упали, то PyTest дает вам очень много гибких инструментов конкретно для работы с репортами. Отдельно я вынес докер. Он не совсем относится к питону напрямую, но при этом докер на данный момент является одним из самых популярных инструментов для диплоймента и для дебага, и для разработки вообще для всего, что связано с веб-приложениями. И я сейчас, собственно, объясню, по какой причине. Во-первых, с недавних пор, если вы используете PyCharm для написания кода на Python, вы можете использовать удаленный интерпретатор, то есть вы можете создать ваш докер-имидж, он запустит вам отдельное приложение, которое будет крутиться абсолютно изолированно. Кстати, это тоже очень важный пункт. В отличие от Virtual Envo, развертывание вашего приложения чисто в докере позволит вам получить полную изоляцию, потому что все системные зависимости тоже будут устанавливаться самостоятельно. Так вот, вы можете подключиться к вашему развернутому приложению и удаленные опыты бажить, например, используя стандартные инструменты PyCharm. Очень полезная фича. Внизу вы можете видеть пример кода. Собственно, вот это вот все. Это в 6 строчек, в 7 строчек, да, описание того, как развернуть простое приложение на Python, простое веб-приложение в докере. И, ну, собственно, вы сами можете видеть, тут все достаточно понятно, но давайте разберем его построчно. На первой строке мы выбираем, собственно, какой, на базе чего мы будем строить наш докер. Второй строчкой это определенный список существующих уже имиджей, которые мы можем использовать. Они находятся в общем репозитории, в общем регистре. И, соответственно, при создании вашего изображения, при создании вашей машины будет использоваться имидж, который вы прописали тут, с помощью команды from. Я не буду описывать подробно все детали работы с докером, я пробегусь очень быстро по каждой строчке, просто чтобы все не задерживать. Команды, которые вы видите, выделенные желтым цветом, это внутренние команды докера. На второй строчке мы создаем директорию код, в которой мы собираемся хранить, собственно, наш код. Потом мы пишем, что именно в этой директории мы будем выполнять все следующие команды. И следующим шагом мы вызываем установку зависимости, которая находится в этих директориях. Мы добавляем туда requirements.txt файл, который находится в папке, откуда мы вызываем, собственно, вот этот вот докер. Следующим мы, на пятой строке, мы устанавливаем зависимости. И на шестой мы переносим непосредственно исходный код. Седьмой строчкой идет вызов докера. Это то, что делает… Этот вызов сделан на примере Django-приложения. Как вы знаете, для веб-разработки есть два самых популярных фреймворка и сотни фреймворков поменьше. Это Django, я бы сказал, мега-фреймворк, и Flask, который микро-фреймворк. Они оба практически, как в фреймворке, дают нам возможность получать запросы от пользователей, обрабатывать их и отправлять им ответы. Но если Flask на этом более или менее ограничивается, Django поверх этого дает нам ORM для работы с базой данных и описанием моделей, дает очень мощную систему для работы с зависимостью, с блюпринтами. То есть все, что надо для разработки веб-приложения, вероятно, уже есть в Django. И, скорее всего, вам ничего доставлять не надо. Это как плюс, так и минус, просто потому что, да, Django обладает всем, что вам необходимо уже из коробки, но если вам надо просто получить какой-нибудь простенький реквест и ответить на него строкой, то, скорее всего, тащить такую огромную фиговину, как Django смысла нет. Поэтому используется Flask для задачек поменьше. Соответственно, на седьмой строчке вы видите вызов стандартной команды, которая использует Python для того, чтобы запустить сервер Django. Он запускает его на 8000-м порту и вы можете настроить порт-форвардинг и достучаться до этого Django-приложения, которое запустено сейчас в докере, просто через ваш браузер. Так, сейчас мы перейдем к диплою, continuous integration, delivery и к… Да, собственно, и все. Начнем мы с того, для чего я, собственно, сейчас и делаю небольшое введение в докер. Это, на мой взгляд, самое интересное, что сейчас происходит в мире веб-разработки. Я хочу поговорить про то, как развернуть ваше веб-приложение на платформе Амазона. Амазон, в Амазоне, если кто не знает, сейчас существует такая интересная штука, называется AWS, Amazon Web Services. И эта штука, она делает все, что вам надо. Да, это если в двух словах. А если более подробно, то Amazon предоставляет огромное количество сервисов для управления, для менеджмента вашим приложением. Это приложения и инструменты для работы с базами данных, для развертки ваших приложений, для создания кластеров, для лот-балансинга. То есть, как по старинке развертывали веб-приложение. Вот вы написали код, вы написали приложение на Джанге, которое принимает запросы и отдает ответы. Вы подключаетесь по SSH к какой-нибудь машине виртуальной, которая где-нибудь удаленно там висит. Вы подключаетесь, копируете ваше приложение туда, стягиваете из системы контроля версии или типа того и запускаете. Все, победа, развернута. Но это, очевидно, не самый гибкий подход, потому что если внезапно выросла нагрузка на ваше приложение, если пользователей стало не 100, а полтора миллиона, то когда кто-то попытается достучаться до вашего приложения, оно благополучно рухнет, вам придется искать новый инстанс, опять разворачивать эти штуки, внешне подкручивать балансировщик нагрузки для того, чтобы распределять запросы между версиями приложения. Ну, в общем, это создает много проблем. И что самое неприятное, это создает много мануальной работы. То есть вам не просто необходимо добавить новую версию, рядом поставить еще одно ваше приложение для того, чтобы распределить нагрузку. Вам надо самостоятельно либо написать скрипт какой-нибудь, либо самостоятельно вообще залезть на виртуальную машину новую для того, чтобы туда стянуть весь код, для того, чтобы там его запустить. И мануальная работа очень часто привязывает к проекту конкретных разработчиков, которые изначально занимались деплоем вашего приложения. То есть очень часто бывает так, что у вас есть приложение, оно где-то там задеплоено, на какой-то виртуальной машине удаленной. Но кроме одного человека, который это изначально создавал, никто это больше делать не умеет. И как бы да, это очень серьезная проблема. Они работают с докером в том числе. Я сейчас более подробно об этом расскажу, как раз таки на примере докера, приложения докеризированного. Но Amazon Web Service позволяет как загружать ваш код просто напрямую из системы контроля версий. Они позволяют даже закидывать zip-архивы с вашим кодом просто для того, чтобы их там запустить. Но самый популярный подход, очевидно, это использование как раз таки докеризированных приложений с помощью, ну вот на примере докера, который мы написали на прошлом слайде, можно развернуть ваше приложение где-нибудь внутри Амазона. И это достаточно простой процесс. То есть вы видите, это буквально три этапа. Это сейчас кажется, ну если бы я вернулся на пять лет назад и посмотрел, что так можно будет делать, я бы такой, ничего себе. Просто потому что этот процесс значительно проще, чем все, что было раньше. В чем заключается суть работы с АВС? Первым делом я сейчас буду говорить про приложение АВС Lastic Container Service. Эта штука позволяет вам манипулировать кластером с вашим приложением, естественно. И этот кластер будет строиться на базе вашего докер-имиджа, который вы написали раньше. То есть для того, чтобы это все завести, вам достаточно просто загрузить в регистр Elastic Container Registry. Вам достаточно загрузить туда ваш докер-имидж. Потом этот докер-имидж подтягивается к контейнер-сервисам. Вы можете сделать это через UI. У Амазона очень удобная платформа для работы, собственно, с их сервисами. Можно использовать скрипты для этого. У них есть свой собственный инструмент, называется CloudFormation. Этот инструмент позволяет конфигурировать амазоновские приложения, амазоновские инструменты, любые. Или можно использовать любой open-source инструмент вроде Terraforma, который, собственно, делает то же самое. Вы самостоятельно создаете приложение и самостоятельно описываете его правила. Если мы говорим про контейнер-сервис сейчас, то, собственно, что он из себя представляет? Он разворачивает, с помощью него вы разворачиваете вот эту вот всю страшную инфраструктуру. Фактически, это достаточно простая штука, если как бы разобраться с тем, что здесь происходит. У нас есть одна подсеть, внутри которой висит load balancer, на которой перенаправляются запросы от пользователей. То есть, грубо говоря, весь ваш веб-сайт с точки зрения пользователя, это вот эта вот одна штука. Вот тут вот сидит road, он туда пинает запрос, и ему оттуда возвращается ответ. Внутри же на самом деле находится подсеть Амазона, и внутри этой подсети уже у вас развернуты несколько инстансов вашего приложения. То есть, если нагрузка на приложение возрастает, и одна версия не справляется, то есть, одна версия, развернутая на одной машине, с этой нагрузкой не справляется. Для этого и используется как раз-таки Elastic Container Service. Он позволяет вам настроить масштабируемость вашего приложения. Вы можете настроить список правил, по которым вам необходимо увеличить или уменьшить размер вашего кластера. И, соответственно, вы можете это очень удобно мониторить с помощью, допустим, CloudWatch, это внутренняя система логов. Но так или иначе, когда ваша нагрузка на ваше приложение повышается, запросы пользователей попадают в Load Balancer. Load Balancer же определяет, какой из инстансов вашего приложения самый менее нагруженный. То есть, это буквально две копии одного и того же приложения, и на них перенаправляются сюда запросы. Вот, Load Balancer определяет, какой инстанс самый ненагруженный и отдает ваш запрос именно ему. И потом получает ответ и перенаправляет его к пользователям. Если говорить, по какой причине, по каким правилам Load Balancer определяет, по каким правилам, вернее, определяется, нагружен контейнер или нет, вы можете сами определить эти правила. По дефолту, если это база данных, то он смотрит на memory, на физическую память, и на оперативную память. Ну, в общем, список правил бесконечный. Изначально, да, это CPU, изначально это скорость ответа. Очень часто это именно то правило, по которому Load Balancer определяет, стоит ли нам создавать новый инстанс и расширять наше приложение, или нам достаточно использовать текущее количество. Вот, то есть, если приложение начало отвечать на запросы медленнее, если нет так достаточного количества инстансов, чтобы с этим справиться, то будет отправлена информация об этом контейнер-сервису, и контейнер-сервис, если у него есть права на создание новой машины, он добавит вам еще один инстанс, и, соответственно, нагрузка, Load Balancer распределит нагрузку по новому количеству инстансов. То есть, допустим, по умолчанию у нас есть один инстанс. Это когда вы создаете контейнер-сервис, вы даете ему информацию о том, в какой подсети вы хотите работать, и какое количество инстансов будет использоваться по умолчанию. Допустим, у нас есть приложение, на которое мы не рассчитываем иметь большую нагрузку. Нам достаточно развернуть один EC2. EC2 – это, собственно, виртуальная машина, на которой будет находиться ваше приложение. То есть, буквально, как это выглядит. Ваш докер, который, я напоминаю, вы загрузили в Registry, он берется контейнер-сервисом и выполняется на виртуальной машине. Создается новая машина, и он там выполняется. Это новая машина под коннекшен к Load Balancer. И когда пользователь отправляет запрос, он попадает на Load Balancer и отдается этой машине. Допустим, пользователь не один, а их стало 50. И, соответственно, одна машина с этим перестала справляться. Время ответа увеличилось, контейнер-сервис об этом знает, и у него в правилах вы написали, что мы можем использовать две машины, мы разрешаем использовать две машины. Соответственно, создается новая, автоматически создается новая EC2 instance, и на нем разворачивается такая же копия вашего приложения. И теперь, когда пользователи стучатся в ваше приложение, то Load Balancer передает их запросы на новый инстанс. Количество инстансов, которые можно развернуть, вы описываете самостоятельно. Естественно, чем больше инстансов, тем больше вы платите. Очередное преимущество AWS заключается в том, что вот эти все ресурсы, они бесплатные. То есть фактически вы платите только за использованные мощности Амазона, которые вот тут. Непосредственно сами EC2 instance, непосредственно машины, на которых развернуто ваше приложение, они попадают в биллинг. А вся манипуляция с ними, весь менеджмент, правил, которые так или иначе влияют на количество инстансов, на их поведение, это все не имеет значения, это все не биллица, это просто приятные дополнения к вашему обычному облаку. И соответственно, в EC2 вы можете конфигурировать размеры, они влияют на количество оперативной памяти, на количество физической памяти, на стандартные параметры в общем виртуальной машины. И в зависимости от выбранного типа виртуальной машины вы будете биллить. Изнутри приложения можно как-то струкнуть этот балансер, сказать, что вот, например, мне приходит какой-то запрос, я понимаю, что я сейчас с ним подвисну, и обращусь к балансеру, скажу, давай пока создай новый инстанс, и всех на него направляю, я пока подумаю. Итак, можно ли изнутри самого приложения сообщить нашему кластеру о том, что ему надо расширяться? Да, Amazon предоставляет такую возможность, это делается не напрямую через лод балансера, а через собственный контейнер-сервис, потому что это инструмент для оркестрирования вашего кластера. Он, соответственно, в нем вы настраиваете очередное правило, которое отвечает за расширение кластера на приход определенного ивента. Если ваше приложение умеет этот ивент распознавать или создавать, то да, вы можете сообщить об этом кластеру, и он создаст новый инстанс. Это все равно. Первое направление, если, например, мне пришел запрос, я его получил, я с ним поработал, пошел в базу данных, увидел, что кусок информации, которую я сейчас буду доставать, большой, есть немного будет большой работа здесь. И уже в приложении определяется, что я буду висеть. И вот из приложения уже стукнут сказать. Да, если ваше приложение в состоянии определить, что оно повиснет, оно может сделать API-запрос простой к сервису и сказать ему о том, надо новый инстанс. То есть да, это так работает. Еще такой вопрос. А какой-то лот-балансер, вы можете его перегрузить? Или там все динамически перегрузили? Лот-балансер вы тоже полностью можете самостоятельно сконфигурировать. У него есть базовые настройки, по каким правилам распределять нагрузку. Но как и любой другой амазоновский инструмент, он конфигурируется как Terraform и CloudFront с скриптами, так и с помощью непосредственно менеджмент панели Амазона. Как насчет безопасности? Если, например, на сквере происходит додос-атаки? Как Амазон справляется с додос-атаками? Ну, смотрите, я сейчас рассказываю про ECS, Elastic Container Service. И эта штука позволяет вам самостоятельно реагировать на повышение нагрузки. И вы задаете количество правил, вы задаете правила, которые, собственно, позволяют вам с этой нагрузкой справляться. Если бы мы использовали Elastic Beanstalk, это инструмент на уровень выше, который самостоятельно конфигурирует ваш кластер и вообще всеми расширениями и сужениями количества ваших инстансов занимается, то тогда, если бы на ваш сервис произошло додос-атак, он бы расширился до предела, сожрал все ваши деньги, и вы были бы очень грустными. Но, во-первых, это тоже можно перенастроить. Есть возможность запретить Elastic Beanstalk расширяться до определенных размеров, но с точки зрения того, как поведет себя приложение при додос-атаке вот на данный момент, допустим, вы прописали в контейнер-сервисе информацию о том, что максимальное количество инстансов на ваше веб-приложение – это 4 штуки. То есть, если нагрузка возросла за счет додос-атаки, то вначале нагрузится одно приложение, ну, лод-балансер попытается распределить нагрузку между всеми инстансами. Когда он поймет, что он с этим не справляется, добавится третий инстанс, добавится четвертый инстанс. Они все перегрузятся, и приложение умрет. О чем даст информацию контейнер-сервису? Вы, соответственно, можете уже самостоятельно как-то среагировать на эту информацию. К инстансам амазоновских машин и C2 все время отправляются health-чек-запросы с, по-моему, каждые 0,5 секунд или что-то такое. То есть, о отказе вашей машины вы узнаете самым первым. Вначале, понятное дело, узнает контейнер-сервис, чтобы на это как-то среагировать. А потом при продолжительном, допустим, падении вы получаете об этом нотификацию. Понятное дело, время, через которое вы получите нотификацию, вы тоже конфигурируете, и время время, в которое машина может лежать и ее не ребутнут, она тоже конфигурируется через контейнер-сервис. Если говорить конкретно, как справиться с этой проблемой, то есть вас дедосит, то, наверное, лучше все-таки использовать внешние инструменты для конкретно борьбы с дедос-атаками, которые, они ведь не просто принимают запросы и отправляют их к вам-то, или там падают, если их сильно много, они фильтруют тип запросов для того, чтобы избавиться от запросов, которые вызваны непосредственно дедос-атакой, и чтобы ваше приложение их просто не ловило. То есть, поэтому внешние инструменты для таких конкретных случаев, они самые удобные. Этот АВС, у него есть типа какой-нибудь бесплатный минимум, чтобы появляться по стеклянам? Да, тоже очень важный момент. Бесплатный минимум АВС, это, во-первых, да, он есть. Есть девелоперские аккаунты, есть определенное количество ресурсов, которые можете использовать бесплатно, вы там просто регистрируетесь, указываете свою кредитку, конечно же, и идеальное решение. И вам дается, собственно, бесплатный доступ к ресурсам Амазона, к некоторым ресурсам дается доступ только на год. По своему опыту могу сказать, эти ресурсы, они достаточно опциональные, это всякие приблуды, которые даже в этой схеме не используются. Я сейчас немного пролистаю слайды. Вот тут я описывал, что такое контейнер-сервис, я это уже сделал. А вот тут как-то выглядит изнутри, довольно сложная схема, но я сейчас подробно и по ней пройдусь. Возвращаясь к бесплатной версии Амазона, основные инструменты, такие как EC2, как те же контейнер-сервисы и регистры, они вам даются бесплатно в определенных пределах. То есть, допустим, вы можете иметь, грубо говоря, пять инстансов EC2 размера микро, ну или типа того. Для разработки и для создания POC-шек базовых лично мне этого хватало. Собственно, здесь вы видите на этой схеме, как выглядит ваше приложение, развернутое Амазоном. Из всего вот этого вы не делаете практически ничего, вы просто говорите, что ECS-у надо использовать вот эту вот подсеть, и вы говорите, внутри докера вы описываете, как собственно, какие конкретно штуки разворачиваются внутри вашего приложения. Ну и если у вас есть переконфигурированный лод-балансер, вы говорите о нем, если нет, то он будет создан автоматически. И собственно, вот так вот изнутри, с точки зрения Амазона, будет выглядеть ваше приложение. Так, давайте мы быстренько перейдем к CI и CD, потому что у нас начинает, уже заканчивается время, как бы классический подход continuous integration такой же кривой, как и эта схема. Он, да, этот подход, я думаю, знаком практически всем. У вас есть условный GitHub, на котором есть условный репозиторий, в который приходит ваш условный код. У вас есть машина, на которой развернут Jenkins, где-то далеко она находится, она доступна интернету, и она может принимать внешние запросы. И когда вы заливаете в ваш гид изменения, когда вы проводите push, то GitHub в состоянии отправить веб-хук в вашу виртуальную машину, где находится Jenkins. Jenkins этот хук обработает, он загрузит новый код, который лежит на GitHub, и он выполнит определенный скрипт, который вы самостоятельно для него прописали. То есть это может быть прогон линтера и тестов, как мы обсуждали ранее. Это вообще что угодно может быть. Собственно, deploy работает по такому же принципу. Сейчас, я думаю, есть смысл обсудить некоторое различие между continuous integration, delivery, deployment, потому что многие путают эти понятия. Continuous integration — это решение, появившееся в гибких методологиях разработки для того, чтобы избавиться от integration hell, так называемый. Суть этой проблемы заключается в том, что разработчики пишут код, они решают определенные задачи, они решают их локально достаточно успешно. Проблема в том, что таких разработчиков 100 человек, и потом они свои изменения заливают одновременно на GitHub, и понятное дело, они друг с другом взаимодействуют плохо и ломаются. Поэтому continuous integration подразумевает заливание изменений лично программистами достаточно маленькими объемами по решению конкретных атомарных задач. То есть вы написали одну функцию, которая справляется с бизнес-решением, вы залили ее на GitHub, выполнился билд, собственно, который настроен в Jenkins, убедился в том, что ваш код и код, который находится параллельно в мастере, работают нормально, взаимно, и только после этого он разрешает вам этот код замерчить. Соответственно, в процессе можно ревьюить код и отправление кода такими мелкими пачками, оно позволяет избавиться от потенциальных проблем. Continuous deployment, это, соответственно, в данном случае continuous delivery, это, соответственно, подход, который позволяет вам не только заливать код маленькими пачками, но при этом и отправлять его вашим клиентам. Вы можете настроить быстрый деплой на production, который позволит вам раз в день, допустим, или каждые два часа, или каждую неделю делать релизы и выкатывать обновления из мастера в production для того, чтобы пользователи могли им пользоваться. Или в staging для того, чтобы тестеры могли им воспользоваться и нажать на кнопочку, задеплой на production, если все хорошо. То есть в этом суть continuous delivery. Continuous deployment же, это такой самоуверенный подход, который работает не всегда и не везде. Это continuous delivery на максималках, он подразумевает auto-deploy изменений вашего кода в мастере на production сервер к пользователям без какого-либо предварительного чека людьми. Вы просто берете код и вы просто заливаете его на production сервер, им просто пользуются пользователи. Соответственно, в таких подходах все приложения уповают на автотесты. Без них этот подход реализовать физически невозможно, просто потому что, ну, косяки делают все. И это могут быть косяки, которые не слоят и не тесты, потому что это могут быть косяки во взаимодействии некоторых слоев вашего приложения. Поэтому, собственно, автотесты, компетентно написанные и отрабатывающие перед каждым деплоем, это очень важно. Ну, собственно, о разнице в этом всем мы поговорили, поэтому давайте мы перейдем к последнему куску, связанному с AWS, это CodePipeline. Это инструмент, который позволяет через AWS реализовывать continuous integration delivery deployment. И работает он на самом деле по тому же принципу, просто, как я уже сказал, я очень не люблю мануальную работу, я очень не люблю, когда есть необходимость ходить между серверами, когда надо завязываться на конкретных людей, которые имеют в этом опыт и имеют навыки по работе с конкретно вашим приложением. Соответственно, CodePipeline это один очередной инструмент Амазона, тоже бесплатный, который предоставляет вам возможность реагировать точно так же на апдейты, произошедшие в системе контроля версий, запускать ваши билды и делать деплой. Все то же самое, только находится внутри конкретно Амазона. Там же вы можете создать более привычный для вас подход, допустим, создать EC2-машину, на которой будет развернуть Jenkins. Также можете использовать GitHub как источник для вашего кода. И тут достаточно широкий список инструментов, которые могут использоваться с CodePipeline, включая внутренние инструменты для хранения исходного кода амазоновских и заканчивая всякими меркуриалами и GitHub. Я очень хотел бы провести отдельно IT-ток конкретно по AWS инструментам, но боюсь, это займет неделю. И там очень много инструментов, их, по-моему, сейчас уже больше сотни, они решают совершенно разные задачи. Иногда они решают одни и те же задачи, но об этом позже. Но да, AWS очень обширная платформа, она дает очень много возможностей и разработчикам, и пользователям, и она очень сильно облегчает нам жизнь, поэтому я советую, если у кого-то есть возможность с ней знакомиться, ознакомьтесь с ней. Она, я уверен, будет вам полезна.